Привет, дорогие друзья, с вами Булкин, и сегодня мы поиграем в FIFA 15. Ну что, в общем-то, я же в седьмом дивизионе, получается, и дела обстоят, ну пока, я даже не знаю, как сказать, на самом деле, 1-1-1. То есть, сыграл я сборную, ой, за сборную Аргентины 3-0, выиграл Челси, это был выигрыш, потом было поражение за сборную Бельгии против Манчестер Сити 1-3, хотя шли на равных с ним, но как-то я пропустил буквально за последние минуты два мяча, это было обидно. И за Баварию я сыграл против Реал Мадрида, там была равная игра 1-1, в общем-то, 1-1-1, получается, один выигрыш, одна ничья, одно поражение. Ну, у меня есть шанс сохраниться в седьмом дивизионе и, может быть, даже перейти в шестой, но я думаю, что это будет чудо. Вот, также по поводу Ultimate Team, в прошлой серии я немножко поиграл в Ultimate Team, точнее, один матч, вот. Всем спасибо, кто написал комментарий к предыдущей серии, я почитал, в принципе, понял еще раз для себя что-то вот про трансферы, про приобретение игроков, вот. Вот, то есть я думаю, что реально буду пробовать, вот, потихонечку, ну, я понимаю, что сразу у меня крутая команда не будет, но будем пробовать как-то свою команду развивать, так что со следующей серии, скорее всего, попробуем еще разок. А сегодня я сыграю, так, значит, матч, ну, старый добрый, наверное, буду играть за сборную, хотя, на самом деле, в комментариях, опять же, прочитал, значит, советуют поиграть за Шахтер, вот, но Шахтер, я, кстати, за них, да, не играл, действительно, Шахтер, вот он, да, но, опять же, я там не знаю состав. И еще вы писали, чтобы я сыграл за Милан, вот, да, я думаю, что сегодня я все-таки сыграю за Милан, потому что, ну, потому что, потому что, не знаю, тут как-то позна... Ну, более знакомые мне игроки, и все-таки в седьмом дивизионе пока что рисковать за менее такую сильную команду, как Шахтер, я не буду пока что, поэтому за Милан, в принципе, я сыграю, опять же, сразу говорю, что весь состав, все имена я не знаю, и поэтому могу неправильно произносить, сразу извиняюсь. Значит, кого можно поставить? Хонда, кстати, что-то опустился в рейтинге, он же в ЦСКА, по-моему, отлично играл, в Милан перешел, видимо, не очень стал, но, ладно, посмотрим, 76 очков у него. Так, Фернандо Торрес, кстати, для меня, на самом деле, недавно, когда я узнал, что Фернандо Торрес играет в Милане, это был небольшой удар, потому что я его помню в Челси, и вдруг, бац, я просто, ну, как бы, слоупок в этих событиях всех, оказывается, он в Милане. Так, Эль Шарави, ну, не знаю, на самом деле, не знаю, тут в запасе, вот, Поли, или Поли, не знаю, как правильно читается, ну, да, он в запасе пойдет, вот, вместо, кого его потом можно вместо Монталиева выпустить. Ну, пускай такой состав будет, правда, защита какая-то, вот, 75, а может быть, о, Бонеро, Капитан, можно тут есть посильнее, посильнее, например, так, кто тут был, только что видел, а, вот, 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 вот так вот защиту поставим, ну, да, Алекс тут у нас, Алекс мне тоже запомнился в пассажире, но что-то, видимо, я реально заслупочил. Ну, так, поиск, начинаем поиск соперника, но я надеюсь на победу, потому что хочется уже седьмой сезон, седьмой дивизион затащить, хочется в шестой перейти, увидеть эту циферку 6, буду надеяться, что когда-нибудь это случится. Ну, а если подумать сейчас, вот, ну, я думаю, что соперник попадется, скорее всего, вот, я не знаю, почему, мне кажется, это будет либо ЦСКА, либо Зенит, вот, если же брать не РФПЛ, то, наверное, возможно, Ювентус, Индер, Челси, хотя вот за Челси тоже можно будет сыграть, мне за них обычно везет. Прошу прощения. Так, ну что, отлично, хоть гол забили в разминочке. Так, ну что, это у нас, я так понимаю, Арсенал, да. Ну, ладно, Арсенал так Арсенал. За Арсенал я играл несколько матчей назад, в принципе, я не помню уже, как там получилось. Ой-ой-ой, потеря мяча сразу же. Так, надо сейчас, короче, не расслабляться, потому что, знаете, мне победа нужна, но не поражение. Что там, офсайд был? Отличное начало просто, на первой же минуте офсайд. Так, дойдет ли пасик туда у нас? Оп. О, нормас. Э, а что он, Хонда, почему, что-то я не понял. Ладно, почему-то мяч там над Арсеналом ушел, он, где-то, пытался его поймать, но... Так, ну я надеюсь, что Хонда не подведет, потому что мне Хонда, как игрок, симпатичен. И, в принципе, мне в ЦСКА нравилось, как он играл, я не знаю, как он сейчас в Милане играет. Вот, и, в принципе, за него играть было приятно. Вот, ну, что-то, видите, рейтинг у него упал. У него было в районе 80 точно, мне кажется, сейчас 76. То есть, конкретненько так упал. Так, нет, 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 Арсенал в атаку не пойдет. Милан сегодня будет тащить, я надеюсь. Так, пошли, пошли, Эль Шарави. Ну что, будем, может быть, сейчас делать вообще туда вот подачу. Не дойдет, 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 дойдет. И пасиком. Так, разворачивайся, разворачивайся аккуратно. И бей, 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 бей. Эх, 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 эх. Давай, давай. Да вы издеваетесь, что ли, а? Да что же за хрень-то начинается? Вот обычно, когда мне не везет в начале матча, это значит, что меня ждет очень большое разочарование. И, скорее всего, проигрыш, но фига себе, Велбек полетел. Так, оп. Рывок, рывок нет там у нас. Ох ты, слушайте, а как борется-то все равно. Так, главное, чтобы Алексей Санчес сегодня не забил, потому что у меня он за Арсенал как-то не особо горел желанием забивать. Или я его же не помню, что-то там такое было, по-моему. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Вот, нет, таких не надо моментов. Вот мне это самое неприятное, самое обидное. Когда ты пытаешься, пытаешься, потом бац, приходит соперник, по твоим воротам подходит и забивает тебе. Ну, это было слишком глупо. Да, не получилось у меня ничего. О, перехватик. Так. Дойдет пас? Дойдет, 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 дойдет. Эх, а тут не дошел. Так, 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 тут ошибочка. А если туда там не в офсайде он? Нет? Не дойдет все равно. Я вообще на Хонду хотел, а получилось на Торреса. Ну, ладно. Посмотрим, кстати, как и Торрес. О-о-о-о! О-о-о! Да вы! Да почему? Почему Торрес? Вот это просто... Понимаете, сейчас по идее, по идее, 2-0, да? По идее-то, если так судить. О, господи, что я творю? Почему? Почему так? Сколько ошибок охренеть просто можно? Сейчас, по идее, 2-0 должно было быть, если бы я не ошибался. Ну, не мог... В пустые ворота Торрес просто ногу мог вытянуть. Ну, реально, ну почему нет-то? А пока я ему говорю, бей, 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 а он мяч уже вперед себя пустил, бежит куда-то. Не очень мне такой расклад нравится. Во, нарушение. Ну классно, сейчас он со штрафного-то навесит мне. Я-то не умею штрафные бить. Ну да, Алексей Санчес сейчас как пробьет, не удивлюсь даже. Хотя мне кажется, он будет в распасовочку играть. Ну, он думал, видимо, что я подпрыгнул, но я не подпрыгнул. Оп! Назад, назад надо было сразу, монтариво. Так, тут может быть нарушение, да? Ну ладно. Ух ты, какой пас! Ух ты, блин! Ну вот это было, конечно, это было хорошо. Я соглашусь. Это был хороший такой прострельчик на вылбок. Я даже не видел, что он там рывок сделал, поэтому тут вопросов нет. Окей, я просрал. Пока что простираю, точнее. И мне очень, конечно же, обидно, что я мог два мяча уже как минимум загнать. Ну как минимум один, точнее, ладно. Да, вон вылбок побежал, и тут вот ничего уже. И как-то он очень удачно пробил. Ну и вратарь тоже не поймал. Ну, короче, обида, обида. Как всегда начинается, это мое фирменное. Ну давайте пропустим уже эту заставку. Точнее катсцен, точнее повтор. Вратарь расстроился. Ну правильно, я бы тоже расстроился. Так, Эль Шарави, пожалуйста, сделай что-нибудь. Ух ты, какой красавчик. Ну, только вот... Ну там, знаете, меня пово... Вот почему? Вот всегда так. Ну как грамотно нарушать? Потому что чуть я кого-то толкну, все, сразу. Трагедия. Ну кому это? Хонда, Хонда. Так. Оп. Рывок. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Ладно, ладно, мы не сдаемся. Мы не сдаемся. В любом случае еще есть до хрена времени. Ну не до хрена, а так скажем. Ну бы че... Вот что я сделал сейчас? Вот что? Поставил плечо, отобрал мяч. Все. Почему сразу свисток? Так, сейчас надо воспользоваться шансом, ошибкой моего соперника. Опаньки, пошел на Эль Шарави. Что за хрень? А, в сайт. Я думал, он, блин, побежал куда-то в сторону. Там же вроде нормально все было. Нормально общались. Ладно. Так, опять перехват мой. Обрат... Ну почему так запинаются игроки-то, а? Да. С дриблингом у меня все плохо. Как и с финтами. Оп. Ну, ну, че, столько игроков и... О, давай, давай. Ну это нарушение. Ну это нарушение, блин, до какого? Я просто бежал, меня столкнули, и это не нарушение. А когда я пейчика подставил, все, сразу свистеть надо? Ну почему так все время? Как будто все против меня. Вся система, которая здесь существует, против меня. Почему? Ну вот сейчас хоть не оффсайд? Нет, вроде. Сейчас осталось только... Оп. Ой-ой-ой. Ну опять меня запинули, запутали. Ну, короче, лонгшот. Ну, летел, может быть, и неплохо, но вратарь-то на месте в любом случае. Случай тяжеловатый, я так скажу. Вот, серьезно. Мне пока сказать, кроме этого, нечего, потому что я даже не знаю, что говорить. Не может так не переть. И причем, знаете, ребят, как бы вот, ну, серьезно, вот это всегда такое на сериях. Когда я записываю именно на серию матч, всегда такая херня. Ну, что это было? Почему головушкой не сыграть обратно в центр? Ну, что за хрень? Милан, не подводи меня, пожалуйста. Не хочу, чтобы Арсенал сегодня выиграл. Тем более 2-0. 1-1, я согласен. Реально. Потому что соперник достойный. Милан почему-то сегодня не очень готов играть, я так понимаю. Или я не очень готов. Хотя я вроде пытаюсь. Так, ладно. Оп, переводик. Ну, кому там же он не... Хотя... Ну, блин, да Эль Шарови! Ну, ё-моё! Ну, Ясин Сержи пройдет на тебя мяч. Ну, куда ж ты бежишь? Ой-ё-ё-ёй. О, ну, хоть... О, вот это может быть что-то получится. Хонда, давай, не подведи. Вся скорость, в принципе, нормальная. Оп. 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 Молодец. Ну, только, блин, тут уже... Ну, в принципе, неплохо Хонда сработал. Единственное, что там не на месте был Торрес, я так понимаю. Он не из-за всайта прибежал, этот пацан? Так, ладно. Но, э-э-э, это может быть опасно. Он сейчас в пас будет играть, да? Нет, пробил. Ох ты, вратарь, молодец, молодец. Браво. Так. Пасик туда. Молодец. Хонда, давай, тащи. Опять нет? Ребят, вот серьёзно, напишите, пожалуйста, в комментариях, в чём прикол? Когда я что-то делаю не так, чуть-чуть, малейшая какая-то, ну, какой-то такой, знаете, ну, лёгкий тычок. Я не знаю, как это, толчок, ещё что-то. Всё, сразу беда, трагедия, катастрофа. Когда он меня толкает, просто вот, знаете, вот сейчас он меня опять толкнёт, я уверен, что это неплохо, пас. И, э-эх, если бы ещё было точно. Вот он меня сейчас толкнёт, смахнёт на штрафной зоне, всё, перевернусь, улечу в кювет, все запчасти поотлетают, всё, сразу, короче, я нарушитель и плохой мальчик. 1-0, не в мою пользу после первого тайма, я немножко зол, поэтому я сейчас настрою Милан на победу в раздевалке. Я надеюсь, что сейчас будет сыгранность нормальная. Ну, давайте пропускать уже, пропускаем, пропускаем. Вэлбок на 23-й минуте зафигарил, ну, в принципе, неплохой мяч, но я ж мог тоже. Вот в чём прикол. Владение мяча, кстати, владение мячом 50 на 50, вот что самое интересное. Так, если чё, кого можно попробовать из форварда? По Зине или по Цине, наверное, да, правильно читается? Его можно поставить, у него, в принципе, если вместо Хонды. Ну, Хонда правый, форвард. Это просто, ну, не знаю. Так, 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 поле. Ну, не знаю, пока пускай так, но главное сделать реально замену. Чё-то пробовать надо будет, потому что так дело не пойдёт. Это слишком уже как-то, 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 ну, я понимаю, не везёт мне. Понимаю, что и опыта, может, не хватает. Ну, как-то, знаете, вроде на равных примерно играем с ним, а он чё-то впереди имеет как-то не по себе от этого. Давай, давай, борись. Вот это вот молодец. Вот это молодец, игрок. Так, что это сейчас было за остановка Хонды? Непонятно. Опять я, опять я на газоне валяюсь. Всё. Сразу, значит, так. Так, 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 сейчас может быть опасно. Давай, головой, головой! Ух ты! Ну, как всегда. Я не удивляюсь, ребят. Просто не удивляюсь, потому что, в принципе, отличная ошибка. Сейчас, может быть, очень дорого мне стоить. Санчес сейчас как пойдёт в одиночку-то, разберётся со всеми. Не удивлюсь вообще. Ни разу. Ну, хоть пас у него не удался. Что тут? Сейчас опять мне какое-нибудь нарушение засчитает, что я там грубо отношусь к игрокам арсенала, и всё, сразу опять мне 10 красных карточек. Вот реально всегда так. Почему? Я не понимаю. Хонда, пожалуйста, не подведи. Опа! Давай, давай, пробивай! Блин! Кто это пробил? Ну, почему так криво, а? Ну, в принципе, нет, неплохо, но, знаете, всё-таки хотелось бы точности. Пожалуйста, один гол. Просто один гол, чтобы не позорно это встать, да, я так понимаю? Ну, да, конечно. Ещё бы я 1 на 1 вышел с вратарём. 54-я минута, пока всё печально, я так скажу. Ну, ничего. Сейчас будем пробовать, потому что так дело не пойдёт. Сейчас главное не давать просто арсеналу вообще никаких шансов, никакой атаки, чтобы у них не было с их стороны. Ну, да, с моими пасами такими грамотными. Просто у меня всё получится, я уверен, конечно же. Ой-ой-ой-ой-ой. О-о-о-о! Вот, вот, вот так я буду играть. А, то есть нормально. Окей, судья одобряет, всё. Ладно, тогда 1-1. Пускай, раз так хотим играть, будем так играть. Всё, давай, решай, беги. Беги, осталось тут чуть-чуть. Сейчас будем сами в одиночку действовать. Ой, ну ладно. Как-то неловко получилось. Причём, знаете, я пока не угадываю его пасы, самое интересное. То есть я не... Есть игроки... Вот, соперник, допустим, я могу угадать, куда он пасанёт. Здесь почему-то такой соперник попал, что я вообще ни один пас ещё, можно сказать, не угадал. О-о-о! Ну, мяч даже не удержать. Ну, что же за дела-то такие. 60-ая минута. Пока всё плохо, скажем так. Куда скидывать будешь, дружок? Сюда? Не-не-не, всё-всё-всё. Всё, лавочка закрыта уже, всё, помидоры завяли, можно расступаться. Да, зашибись просто, выброс мяча! Так, значит, ну что, Торос, давай мы переведём туда. Попробуем пройти здесь. Да, дриблинг никакой. Оп, вот сейчас хоть угадал, что он будет делать. И то он мне отобрал мяч в лёгкую, сейчас пойдёт в атаку. Нет, защита на месте. Только вот с пасами всё как было плохо, офсайд. Слава богу. Так, давайте замены. Давайте замены пойдут сейчас. Значит, Торос как-то мне не впечатляет. Вообще, атакующий, если честно. Вот чё-то как-то не очень. Поэтому мы сейчас попробуем даже вот так сделать. Попробуем сделать вот так вот. Я надеюсь, что это не зря. Попробуем сделать вот так. Вот так. Итак, значит, несмотря на рейтинг игроков, мы меняем. Подождите, все замены прошли? Чё-то мне кажется, тут... Так, всё, да, всё правильно. Несмотря на рейтинг игроков, мы просто меняем и всё. Несмотря ни на что. Защита меня, в принципе, устраивает. Вот с нападением чё-то как-то у меня нелады. Почему? Непонятно. Ой-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй. Фух. Видите, защита хороша. Ну, конечно, тут Алекс. Алекс всегда хорошо играл. По СЖ нормально. Вот сейчас может быть опасно. Сейчас может быть вообще гол. Это сейчас просто везение. Ладно, хоть оно на моей стороне немножко бывает. Так, ну что? Пацани. Ну да, конечно, блин. Он на меня бежал. Я хрен знаю. Вот чё я должен сделать был? А это идти, может ещё погладить, извиниться перед ним. Я иду в атаку, он меня бежит. Чё я должен сделать ещё? Ну чё за бред-то, а? Так, так. Всё. Всё-всё-всё-всё-всё-всё-всё. Всё-всё-всё-всё. Опа, пас-пас-пас. Отлично. И гол давай. Да почему? Почему так Вэлбек забивает? Эль Шаравини может зафигарить так же в угол. 72-ая минута. Ребят, у меня уже нервы сдают. Я не знаю, что делать. Почему так далеко он мяч отпускает? Кому этот пас был сейчас? Кому этот пас сейчас был? Вот, всё. Я Вэлбека оттолкнул? Ну да, там хоть не свистнул никто. Это на кого сейчас пас? Так, ладно. У меня уже просто нет слов. Я хочу сосредоточиться хоть как-то. Давай, 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 давай. По скорости, Эль Шарави. Я верю в тебя. Понятно. Всё ясно. Всё понятно. Вопросов нет никаких. Непонятно кому. Пасы. Наспешил людей. Насмешил, короче. Так, ну защита меня радует. Честно скажу. Защиты вообще... Значит, у меня вопросов к защите нет. Давай, головушкой. Ну что ж за ты заткнулся-то, да? Ну что ж такое творится сегодня на поле? Ну почему я всираю уже который раз подряд? Ну нельзя так. Седьмой дивизион. Тащить надо. Надо было всё-таки начать не за Милан играть, я так предполагаю. Ну, ликошеты сейчас пойдут. Никаких голов. Всё. Ну он лежит. Зачем ему пас давать? Лежит. Травмирован, бедный. Ну он же не успеет. Да, конечно. Знаете, вот сыгранность. Вот если бы было такое определение, чисто вот знаете, сыгранность игроков в команде, вот как-то, ну не именно вот, ну я не знаю как это назвать. Вот как-то у Милана просто не ладится. Они не понимают друг друга. Как будто играют против друг друга, и вот что-то нет у меня никакой связи между ними. Из-за этого всё очень плохо, скажем так. Что, это мой шанс? Нет, я уже в контратаку не успею, скорее всего, пойти. Да, 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 с такими финтами я просто сейчас чемпион мастер-класс буду показывать. Ага, только ещё скажите, что от меня ушёл. Нет, не от меня. Так. Опа. Ну давай, пожалуйста. Ротарь даже успевает, понимаете, реагировать на всё. Арсенал просто молодцы. Они сыгранность у них отличная. У меня её вообще нет чё-то. Угу. С такими финтами. Я его только, кстати, если чё, я этот финт использую специально, чтобы запутать соперника и дальше как-то выкрутиться. Но у меня это не особо получается, честно говоря. Ещё есть шанс. Ещё есть шанс какой-то маленький. Ещё он есть. Я буду верить до последнего в него. Так, давайте, пас. Ну, неплохо. Да, детка, один-один! Я люблю тебя, Эль Шарави! Просто красавчик! Просто красавчик! 80-90 минута! Как надо, всё сделал как надо. Вот это да! Вот это Эль Шарави! Вот правильно, что я его не поменял. Вы поняли, да? Я поменял уже Тороса. Поменял кого там ещё? Хонду? А Эль Шарави я оставил. Так, ну что, будем фигарить ещё один гол? Есть ещё все шансы, я так понимаю. Давай! Как бы это было охеренно! Если бы просто вот сейчас повтор гола Велбека. Реально, это было бы просто чудо. Эх, не прошёл пас, надо было пасануть, пасануть. Три минуты, всё. Ребят, это было бы сейчас просто, знаете, эпичная концовка. Вот реально самая эпичная концовка. Мне удалось удержать хотя бы ничью. В принципе, короче, я доволен. Так что, ребят, так вот поиграли за Милан. Наверное, в следующий раз будем пробовать либо Ultimate Team, либо поиграть за Шахтёр. Но опять же, рисковать за Шахтёр. Ну не знаю, посмотрим. Поэтому, ребят, ставьте лайк, если хотите больше хифы, если вам понравилась эта серия. Подписывайтесь на канал. С вами был Булкин. Всем удачи и всем пока.